90 человек выходят на рынок труда Ненецкого округа. В Ненецком профессиональном училище прозвенел последний звонок для четырех учебных групп. Вновь испеченные повара, автомеханики, электрики и трактористы получили дипломы о среднем профессиональном образовании и готовы к рабочей деятельности. А готов ли рынок труда к приему молодых специалистов узнавала Валентина Чебичек. Дарья Калугина уже как полгода работает в городском потребительском обществе. После получения диплома перейдет со ставки продавца на кондитера. На производственных практиках девушка поняла – печь торты и булочки ей куда приятнее, чем готовить обед. В практике проходила в обедове, в Фениксе проходила, в СГК проходила практику. Мне понравилось кондитерское дело, кондитерами заниматься, торты, печенье, всякие плюшки, бутрушки. Тем, кто с местом будущей работы еще не определился, поможет Центр занятости. Учреждение оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам. Там помогут составить резюме, дать рекомендации по собеседованию с работодателем, рассказать о вакансиях. Сегодня Центр занятости уже готов предложить выпускникам несколько вакансий. Шесть водителей автомобиля, четыре повара и четыре тракториста. Каждый день информация о свободных рабочих местах обновляется. Ситуация на рынке труда сейчас не самая благоприятная, и во всей стране, и в точстве у нас в области. Но, тем не менее, ваши профессии остаются востребованы на рынке труда. Не потеряться на рынке труда и продолжить обучение поможет Центр содействия трудоустройства выпускников. Он работает на базе социально-гуманитарного колледжа с октября 2015 года. Как показала практика, после училища находят работу только 39% выпускников. Остальные либо ищут временный заработок, либо продолжают обучение. Молодые люди ищут работу после армии. В базовый Центр содействия трудоустройства выпускников стекается вся информация о том, куда поступили выпускники, предположим, этого года. Если есть какие-то проблемы, тогда мы тесно очень сотрудничаем с Центром сайта с населением. Их может также оказать вам помощь трудоустройства. На сегодня все 14 вакансий с работой в Наренмаре. Тем не менее, сельские предприятия и учреждения нуждаются в кадрах не меньше. Там нужны как раз и сантехники, там пригодятся и трактористы, и автомеханики. Всем найдется, и повара в том числе, всем найдется там место. Но для этого нам нужно еще теснее работать с главами муниципальных образований, чтобы и они понимали, что трудовые резервы есть, их надо использовать. До 70% выпускников – жители окружных сел. А это значит, потенциальные сотрудники у сельских организаций есть. Теперь необходимо наладить связь между работодателем и соискателем. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.